Чистополец Радик беседует с военным комиссаром. Мужчина намеревается заключить контракт на военную службу. Он признается, что желание пополнить ряды участников специальной военной операции и встать на защиту Отечества у него появилось давно. Не получалось по определенным обстоятельствам. Сейчас решился. Военный комиссар Чистополя Чистопольского и Новошашминского районов Евгений Баранов рассказывает, что желающих заключить контракт на военную службу немало. Он напоминает, что кандидат на службу в первую очередь должен быть годным к военной службе. Это определяется по результатам медицинского освидетельствования. Контракт оформляется у нас. Составляется приказ в пункте отбора. Вынослужащий уже является заключившим контракт. Ему выплачивается единовременное денежное удовольствие. Это 195 тысяч от Министерства обороны и республиканская выплата 205 тысяч. В общей сложности 400 тысяч. Это единовременная выплата. Затем в зависимости от должности, начиная от 204 и доходит где-то до 250. Их распределяют уже по штатным должностям и выплачиваются денежные удовольствия в месяц. Военком подчеркивает, что военнослужащие по контракту и их семь имеют право на множество социальных льгот и гарантий. Они связаны с приобретением жилья, лечением, реабилитацией, трудоустройством, получением образования, отдыхом и многим другим. Служба по контракту – это Министерство обороны и все льготы, социальное обеспечение, обеспечение семей военнослужащих – все на должном уровне. Подробности условий поступления на военную службу по контракту все желающие могут узнать в местном военном комиссариате. Продолжение следует...